Здравствуйте, ребята! Я учитель математики Тимур Талкенович, Назарваев интеллектуальной школы города Павлодар. Сегодня я хочу со своими ребятами показать вам урок, на котором будет применяться и рассматриваться векторный метод. Векторный метод является наиболее сложным в курсе геометрии в школе, но, освоив его, вы сможете решать задачи не только геометрии, но и такие задачи, как физики, астрономии и других областей новых. Для того, чтобы выйти на тему урока, давайте проведем соответствие между геометрическим языком и векторным. Информация, записанная на геометрическом языке, должна соответствовать по смысловому характеру информации, записанной на векторном языке. Итак, как вы видите, здесь геометрический язык, на той стороне векторный язык. Мы знаем, что любую информацию можно представить или геометрической интерпретацией, или векторной. Давайте найдем ту информацию, которая между собой дождественная. Итак, прямые А и В параллельны. Так, Данил, как вы думаете? Когда они сейчас компонентами нет. Когда воздение векторов равно воздению длины. Спасибо, Данил. Итак, прямая А перпендикулярна прямой В. Аня, пожалуйста. Это когда произведение векторов дает 0. Дает 0. Соответствующее, да? Итак, следующее. Айзон, прямые А и В непараллельны. Вектор А, вектор В компонентами вектора? Компонентами, совершенно верно. Компонентами, это, другими словами, непараллельность. Ну и последнее, как вы видите, соответствует. У нас три точки лежат на одной прямой. Когда один вектор А, В, можно выразить через другой вектор В, на С с помощью коэффициента К. При этом К может быть как положительной, так и отрицательной. Благодаря этому соотнесению, давайте найдем, выйдем на тему нашего урока. Решение математических задач от помощью векторов. Не точно. Так, давайте, Аня, попробуй с вами. Решение геометрических задач через векторный метод. Через векторный метод. Ну, совершенно верно, да. Тема нашего урока – решение задач векторным методом. Цель урока – знать об этапах решения задач векторным методом. И второе – решать задачи векторным методом. Итак, давайте вспомним предыдущий урок. На предыдущем уроке мы с вами отрабатывали и подрабатывали даже вот такие четыре умения, которые нам сегодня пригодятся. Это уметь применять параллельность векторов для нахождения коэффициента разложения. Второе – уметь через калерное произведение находить угол и длину вектора. Третье – уметь выражать искомый вектор через базисные вектора. И четвертое – уметь применять форму удаления отрезков в данном отношении. Все четыре умения мы на прошлом уроке с вами отрабатывали, провешивали задачи и довольно-таки успешно вы с ними справились. Для чего они все нужны, эти все умения? Для того, чтобы их сегодня применить на этапах решения векторного метода. Или в решении задачи помощью векторного метода. Вначале проведем актуализацию знаний. Итак, ребята, здесь необходимо ответить на вопросы, которые предоставлены в такой форме. Нам нужно закончить предложение. Итак, вектором или по-другому свободным вектором называется направленный отрезок. Совершенно верно. Следующее. Расстояние от начала вектора до его конца называется… Пожалуйста. Буду ли у этого вектора или его длину? Так, совершенно верно. Так, следующий вопрос. Вектор, длина которого равна единице, называется… Так, пожалуйста. Вектор, длина которого равна единице, называется единичным вектором. Так, совершенно верно. Так, нурьевым вектором называют вектор… Дмитрий, пожалуйста. Начало и конец которого совпадают. Совершенно верно. Так, два вектора называются ортурминальными. Пожалуйста, да. Если угол между ними равен 90 градусов. Дальше, наверное. Два вектора называются коллинеарными, если… Так… Аблай, пожалуйста. Два вектора называются коллинеарными, если они параллельны друг к другу. Правильно, совершенно верно. Или лежат на параллельных примерах, что одно и то же по смыслу. И, наконец, последнее. Два вектора называются равными, если… Так, Аня, пожалуйста. Алина. А два вектора называются равными, если их направление для нас? Да, да. Совершенно верно. Ребята, векторный метод состоит из трех этапов. На первом этапе мы должны с вами геометрическую информацию перевести на векторный язык. На втором этапе мы должны с помощью операций и основных формул решить эту задачу векторным методом. И на третьем этапе полученную информацию интерпретировать обратно на геометрический язык. Для того, чтобы освоить векторный метод и убедиться в его эффективности, я предлагаю вам, ребята, доказать известные факты из 7-8 класса. Это доказательства теоремы Пифагора, доказательства теоремы Косинусов, доказательства теоремы Фалеса, а также нахождение свойств равнобедренного и прямоугольного треугольника, доказательства свойств диагонали, параллелограмма и ромба. Для того, чтобы провести дальнейшие занятия, давайте вспомним ту информацию, которую мы получили на предыдущем уроке. Я предлагаю это сделать с помощью приема домино. Итак, с теорией закончили, теперь внимание сюда, ребята. Сейчас у вас будет предоставлено вот такие, внимание сюда, домино. Нужно собрать домино, используя знания теоретические и формулы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой прием, как домино или тазия, позволяет вспомнить информацию в игровой форме и заинтересовать учеников для того, чтобы воспроизвести старую информацию. Если вы, ребята, хотите запомнить большой объем информации или проверить себя на знания формул и основных операций, то вы можете друг для друга приготовить так называемые тарсии и проверить друг друга и при этом еще и вспомнить материал. Итак, ребята, я хочу продемонстрировать вам векторный метод на решение вот такой задачи. Нам дан квадрат. Нам дан квадрат. В него вписана окружность. Необходимо доказать, что сумма квадратов в расстоянии любой точки окружности до вершины квадрата не зависит от выбора этой точки, ну и нужно найти сумму этих квадратов. Пусть О – центр нашего квадрата, а Х – произвольная точка окружности, вписанная в квадрат. Ну, мы имеем вот такую картину, ребята. Обратите внимание, что точка Х может находиться на любой месте на окружности. При этом расстояние квадратов до вершин не будет зависеть от местоположения этой точки. Давайте в этом убедимся. Внимание сюда. Вектор ХБ можно выразить через вектор ХО и ОБ. Вектор ХС можно выразить через вектора ХО и ОЦ. Вектор ХД можно выразить через вектора ХО и ОД. И вектор ХА можно выразить через ХО и ОА. Как вы видите, вектора ХО и ОХ – это противоположные вектора. Поэтому для удобства доказательства мы вектор ХО можем заменить на вектор минус ОХ. И получаем вот следующие разности. Теперь мы воспользуемся таким свойством. Что скалярное произведение вектора самого на себя равняется квадрату его длины. Это свойство нам поможет доказать нашу задачу. Итак, обратите внимание. Сейчас мы левую и правую часть каждого тождества, а их у нас 4, мы будем скалярно умножать друг на друга. При этом, посмотрите, с левой стороны у нас получаются квадраты длин векторов, а с правой стороны мы можем применить формулу ФСУ для скалярного произведения и получить вот следующее выражение. Итак, ребята, мы сейчас левой и правой части наших тождеств сложим. Если левая часть тождества довольно-таки просто складывается, здесь мы видим сумму квадратов, то правая часть будет состоять из 12 слагаемых. Довольно-таки большое будет у нас с вами выражение. Но у этого выражения будут подобные элементы. Посмотрите, ОХ в квадрате у нас 4 раза встречается, поэтому мы их можем просто сложить, умножив на 4. Здесь, посмотрите, ребята, у нас получается тоже произведение, у которых есть одинаковый множитель. Это 2ОХ. Используя свойства скалярного произведения, общий множитель мы можем вынести за скобку. Давайте посмотрим, что за выражение у нас с вами получится. А получится у нас вот что, ребята. Посмотрите. ОБ квадрате, ОЦ квадрате, ОД квадрате, ОО квадрате у нас с вами присутствует. ОХ, ОХ, ОХ у нас умножаются и получается вот эта сумма. 4ОХ квадрате. Здесь, как я и говорил, 2ОХ можно вынести как общий множитель за скобку, используя свойства скалярного произведения. Теперь обратите внимание, что же у нас получилось внутри скобок. Как вы видите, вектор ОБ, ОЦ, ОД и ОА – это вектора, которые будут противоположны друг другу и раву. И поэтому их сумма будет равняться нулевому вектору. Если вы обратите внимание на чертеж, то это вы увидите довольно-таки наглядно. Что же мы с вами получаем? Посмотрите, ребята, ОБ квадрате, ОЦ квадрате, ОД квадрате и ОА квадрате – это равные величины и равны они половине диагонали квадрата. Поэтому каждая из них может замениться на А, корень из двух, деленное на два. Так как их 4, то мы, умножив на 4, получаем всю вот эту сумму, заменив его на это произведение. Как легко убедиться, ОХ – это есть радиус вписанной окружности. Поэтому вот это произведение 4ОХ квадрате мы можем заменить на 4Р квадрате. С учетом того, что сумма вот этих четырех векторов будет давать нулевой вектор, мы можем получить следующее выражение. 4 умноженное на А, корень из двух, деленное на два, все в квадрате, плюс 4Р квадрате. Теперь давайте оценим, что же за выражение у нас получилось. Итак, как вы видите, первое слагаемое довольно-таки легко сокращается и у нас получается просто 2А в квадрате. Ну а 4Р квадрате, как вы видите, тоже легко выражается через радиус, деленный на А, деленный на два. При этом А, не забываем, что это сторона нашего квадрата. То тогда можно просто нашу сумму оценить. Сумма всех четверых квадратов будет равняться 3А в квадрате. При этом убедились мы, что расстояние или местоположение точки на окружности не влияет. Она будет всегда равняться 3А в квадрате. И посмотрите, ребята, что интересно. В этом методе очень эффективно он используется для доказательства довольно-таки сложной задачи геометрической. Если мы бы традиционно ее решали, то решение было бы громоздким. Здесь же мы с вами сталкиваемся с однотипными операциями. Они очень похожи на операции, которые мы применяем в алгебре. Это позволяет нам переходить от геометрического решения к векторам, которые очень близы к алгебраическому аппарату, что позволяет решать задачи геометрии эффективно и, главное, рационально. Ребята, вы сейчас будете работать в группе. Каждая группа получит ватман. Этот ватман вам необходим для того, чтобы вы туда поместили свое решение. Метод ватманов очень хорош для вас, ребята, потому что это позволит работать всем участникам группы. Ведь не нужно не только вычислять и анализировать информацию, но и продумать о ее заполнении и оформлении. При этом, ребята, обязательно вникайте в решение задачи, потому что любой из вас может быть выступающим по этой задаче. Эту интригу я буду сохранять до конца. В течение того времени, когда вы будете работать в группе, я буду подходить, просматривать ваши решения и помогать вам в тех моментах, если у вас появятся затруднения. Обязательно обращайтесь, если какие-то возникнут вопросы. Также задачи, которые представлены на интерактивных маленьких досках, это задачи помогут вам решить эту большую задачу, потому что они являются ключом к решению к этой задаче. Продолжение следует... 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 Данный треугольник ABC Он равносторонний. В каждой вершине находится по положительному заряду. Теперь мы должны найти точку, где напряженность будет равна нулю и доказать, почему мы ее выбираем. Ну, давайте начнем с того, что нам кажется, что точка пересечения медианы будет точкой, в которой напряженность равна нулю. Потому что это будет, так сказать, центр треугольника, центр его массы. Теперь мы проведем все медианы АА1, ББ1 и СС1. Все эти вот С1, С, АА1 и ББ1, это будут вектор напряженности. Теперь мы должны их сложить и понять, равно ли нулю или нет в этой точке. Вот, мы это все имеем. Будем выражать АА1 через другие вектора. Ну, тут лучше все выражать через АС и АБ. Потому что эта медиана, она будет равна половине АБ плюс АС. То есть одна вторая АБ плюс одна вторая АС. ББ1 точно так же, через БА и БС. ББ1 равно половине БА плюс половине БС. И СС1, это тоже половина СА плюс половина СБ. Вот, так это можно записать. Теперь видно, что одна вторая здесь везде выставляется. Мы ее выносим за скобки и получается вот такое выражение. Одна вторая мы уже на АБ плюс АС плюс СА плюс СБ плюс А плюс БС. Мы должны доказать, что она равна нулю, потому что мы выражаем эту точку. Теперь посмотрим. Можно сокращать АБ и БА, потому что вот у нас АБ, вот у нас БА. Они направлены в разные стороны, но у нас у них одинаково. То есть в сумме они будут на ноль. Вот здесь мы перебираем АБ и БА, АСС, 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 АБС и СБ. В итоге они дают нули. То есть одна вторая умножить на ноль плюс ноль плюс ноль. Да, снова одна вторая умножить на ноль. То есть мы получим ноль. Это значит, что именно в точке О мы пришлемы будет на нулю. И это центр треугольника, то есть точка пересечения всех медиан. Держи, пожалуйста, вот эта ситуация для точки О как точки пересечения медиан, она действительно для треугольника равносторонняя или для любого треугольника она тоже будет действительна? Ну, смотрите, если это будет любая другая форма, но за это вы сохраните, тут будет плюс, ступ, 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 и все они будут одинаковы по модулю и вообще одинаковы, то всегда мы должны выбирать точку пересечения медиан. Потому что это будет центр треугольника, то есть расстояние от одной стороны до него, от второй до него и от третьей до него всегда будет одинаково. То есть, подождите, это не верно. Дело в том, что расстояние у других треугольников, если это не равностороннее, будет разное. И тогда вы не сможете интерпретировать, что... А, там углы будут. Там углы другие и расстояние. Поэтому эта ситуация действительно только для равностороннего треугольника. У нас есть пара миллилограмм А, Б, Ц, Д, где А, М это медиана и А, К это тоже медиана. То есть, они делят стороны пополам. Мы обозначаем вектор А, М за базисный вектор М и А, К за базисный вектор К. Теперь мы выражаем вектор А, К, ну то есть К, через вектор А, Б плюс А, Б плюс Б, К. По правилу сложения векторов способом треугольника. И у нас получается, что вектор К равно А, Б плюс Б, К. Теперь мы выражаем также вектор А, М, ну то есть вектор М базисный, через вектор А, Д и Д, М. Из этого мы выражаем вектор Б, К, через А, Д, А, Д, так как Б, К и А, Д, они знаковые. То есть, Б, К это половина А, Д. То есть, получается, одна вторая А, Д. А вектор Д, М мы выражаем через А, Д, А, Д. Ну вот так же видно, что Д, М это половина А, Б. А, Д, Ц и А, Б они равны. Из этого точства мы выражаем А, Б из первого и из второго. Теперь мы видим, что они равны, поэтому мы можем вторые части приравнять. Далее мы выражаем вектор А, Д, и получается, что он равен 2 третих на 2М минус К. Далее, чтобы найти длину вектора А, Д, нужно скалярно его умножить самого на себя. Поэтому мы возводим то, что у нас получилось с А, М квадратами. По формуле ФСУ у нас получается, что А, Д, в квадрате равно 16. Из этого корень равен 4, и поэтому длина А, Д равна 4 сантиметров. Скажите, пожалуйста, какую идею вы основную здесь в задаче используете? Что длину вектора можно... чтобы найти длину вектора, нужно его самого сантиметров на себя умножить с А, Д, Ц и А. Совершенно верно. Это самая главная ключевая идея в этой задаче. Спасибо. По условию задачи нам дано, что О является точкой пересечения отрезков АК и ВМ. ВК относится к АЦ как 1 и 2, а АМ относится к АЦ как 3 и 2. Нам нужно найти отношение ВО к ОМ. Представим, что ВО будет Х, а АМ будет ИК. Тогда вырезаем вектора АО через вектора АБ и АМ и вырезаем вектор АК через вектор АБ и АЦ. АО без правильных ИК делённых на Х плюс ИК делённых на Х плюс ИК делённых на Х плюс ИК АМ. Это мы узнали из формулы деления отрезков данного решения. А как будет у нас равен 2 третьим АБ и 1 третьим АЦ? Также мы знаем, что АМ 3 пятых АЦ, поэтому мы можем это поставить вот сюда. Получается, АО у нас будет равен У делённое Х в Сырик АБ плюс ИК делённое Х в Сырик умноженное на 3 пятых АЦ. Так как вектора АК и АО параллельны или коллинеарны, а вектора АБ и АЦ компонарны, то есть непараллельны, то мы можем поделить их коэффициенты. То есть ИК делённое Х плюс ИК делить на 2 третьих будет равно Х делённое Х плюс ИК умноженное на 3 пятых и делённое на 1 третью. В итоге мы получаем, что отношение Х на ИК равно 5 чистых, и это и есть отношение БО. Спасибо. Я хотел здесь дополнить. Внимание сюда, ребят. Когда у нас вектора коллинеарны, и они выражаются через компонарные вектора, их коэффициенты разложения образовывают пропорцию. Вот как раз здесь Дана продемонстрировала пропорцию и выход уже на отношение Х к ИК. При этом ещё внимание, сам Х и ИК не интересны, интересны их отношения. Как они делятся? Они делятся, как вы видите, как 5 к 6. Это и есть ответ задачи. Итак, ребята, в конце урока я вас прошу заполнить рефлексивный дивник. Рефлексивный дивник является очень важным. Он не только информирует учителя о ваших проблемах, но и также позволяет ему формулировать новый урок с учётом ваших потребностей. В то же время, ребята, заполняя рефлексивный дивник, вы вспоминаете всю информацию, которая была вами пройдена на уроке, и систематизируете её. Это важно не только для вас, но и для учителя. Сейчас давайте проведём рефлексию, ребята. Рефлексия у нас, как обычно, проводится в форме заполнения рефлексивного дивника. Так, вот два, которые, вернее, вопросы, которые вам предоставлены. Вы можете дописать что-то своё из того, что имеется. Всё. Расставим рефлексивные дивники и заполняем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, я хочу вам предоставить домашние задания. Эти домашние задания являются продолжением тех работ, которые ребята выполняли в классе, в группах. Посмотрите, вот две задачи. Здесь в первой задаче нам необходимо уже найти длину АБ, стороны параллелограммы. Как вы помните, там мы искали другую сторону АД. Так что методы можете воспользоваться теми, которые мы применяли при поиске стороны АД. Здесь же, ребята, посмотрите, то же самое, условия задачи те же, но вам необходимо найти отношение АО к ОЦ. И обратите внимание, что вы можете точно так же применить те же приемы и методы для решения этой задачи. Тем самым вы закрепите свои знания. Итак, ребята, урок закончен. Но векторы — это очень мощный аппарат, который позволяет решать буквально все задачи не только в геометрии, но и в физике, и в других частях науки. При этом я считаю, как учитель, что за векторным методом будущее не только в геометрии, но и в других науках. Поэтому, ребята, я вам желаю, чтобы вы побольше занимались в геометрии. И также, внимание, не боялись векторы и применяли их при решении задач.